Полгода палящее солнце, полгода сильные морозы. Монголия – страна крайностей. В таком неблагоприятном климате большое разнообразие дикой природы – полная неожиданность. С течением времени люди и животные научились приспосабливаться к суровым условиям. Это земля, где жизнь и смерть тесно связаны. И охотник, и его жертва выработали удивительную стратегию выживания. Удивительные дикие животные, обитающие в неблагоприятных условиях, и прекрасные живописные пейзажи – все это дикая природа Монголии. Монголия – это нулевая точка азиатского континента и находится между двумя мирами. Холодные широкие сибирские просторы и горячая сухая пустыня Гоби. Между этими двумя полюсами простирается все разнообразие Монголии. С север страны пересекают могучие реки, впадающие в Байкал и Японское море. На юге, в пустыне Гоби, преобладают огромные песчаные дюны. Под голубыми небесами на востоке Монголии простираются пастбища, уходящие в бесконечность. А на северо-западе вершина горной цепи Алтая достигает более 4000 метров к высоту. Местные называют эти вершины «золотые горы». Зима еще не ослабила свои ледяные тиски. Температура до минус 40 градусов по Цельсию здесь обычное явление. А сильные ветры дуют практически, не переставая. Бросая вызов стихии, по этим горам кочуют охотники. Горные бараны сопровождают их бдительными взглядами. Но горные бараны не боятся этих людей. Это казахские соколины-охотники, которые охотятся с беркутами, и их не интересуют бараны. Веками они приходят сюда в середине зимы. Они охотятся за мехом. Беркуты, которых они натренировали для охоты, имеют размах крыльев более двух метров. Это самые большие орлы в мире. Самки могут весить до 7 килограммов. Они могут раздробить череп дикой кошки, лисы и даже волка. Они могут раздробить череп дикой кошки, лисы и дикой кошки, лисы и дикой кошки. Беркут не будет нападать на здорового взрослого горного барана. Но животные предусмотрительно отошли подальше. Как только орел замечает жертву, он нападает на нее со скоростью более 300 километров в час. На этот раз не лиса, а мертвый заяц. Такая безобидная добыча скорее исключение из правил. Но волки могут дать отпор. Охотники вознаграждают птиц за их опасную работу. Через 7 или 8 лет, а это примерно половина жизни птиц, их отпускают на волю. И с того дня они должны будут сами о себе заботиться. Внизу в долине на подветренной стороне горы пасется стадо оленей. Олтайские моралы. Это, наверное, самые большие олени в мире. Примерно 120 тысяч лет назад предки этих животных прошли по сухопутной перемычке, которая в то время соединяла Аляску и Сибирь. Сегодня американскими родственниками моралов являются вопитие. Молодые моралы постоянно проверяют силу друг друга. Но серьезные столкновения случаются только в брачный период между самцами-лидерами и их более молодыми соперниками. В это время года в стаде все спокойно. В лесах, расположенных по бокам горной цепи Алтай, живет одно из самых странных животных Монголии. Оно отдаленно напоминает оленя моралы и сосуществует с ним в согласии. Это животное похоже на косулю, но его передние копыта слишком короткие. Как заяц оно спит в ямах на земле. Испугавшись, оно спасается бегством, прыгая, как кенгуру. Это мускусный олень. Он обитает в глубине лесных массивов. Тысячелетиями люди охотились на них, чтобы добыть мускус, специальный секрет из их половых желез, который использовался в производстве парфюма. Самцов можно узнать по клыкам, достигающим 7 сантиметров в длину. В битвах во время брачного периода это оружие может нанести глубокие порезы. Мускусный олень не использует клыки для защиты от хищников. При малейших признаках опасности они предпочитают убегать. Пока мускусный олень ищет убежище в лесах, Моралы ловят последние лучики заходящего зимнего солнца. Монголия – самая малонаселенная страна в мире. Ее площадь в 20 раз больше территории Англии, а ее населяет всего лишь 2 миллиона 600 тысяч человек. Это всего одна двадцатое население Англии. Люди делят территорию с 25 миллионами животных. Здесь, рядом с российской и китайской границами, ритм кочевой жизни определяется временами года и погодой. От 4 до 6 раз в год пастух поднимает стадо и перемещается на новые пастбища. Животным несложно найти воду. Они утоляют жажду снегом. Но людям приходится добывать лед из замерзших рек, чтобы получить воду. До середины 1700-х годов стада диких яков паслись в Алтайских горах. Из-за вкусного мяса их почти уничтожили охотники. Здесь раскинули свой зимний лагерь казахи, самое большое этническое меньшинство Монголии. Жизнь здесь очень аскетичная. Для приготовления пищи лед приносит из реки. Так как здесь практически нет леса, то основной вид топлива – это сушеный навоз яков или коров. Гостеприимство кочевников общеизвестно. Они делятся с гостями тем малым, что имеют, не только со своими родственниками или друзьями, но и с незнакомцами. Соленый чай с молоком и масло яков ставят на богатый стол. Взаимопомощь – это основа выживания в этих суровых климатических условиях. Несколько путников попали в этот отдаленный район Монголии во время зимних месяцев. Часто в конце зимы дороги непроходимы. Кочевники питаются мясом из своих стад и консервированными молочными продуктами, которые они заготовили летом. Длинными вечерами, когда ветра бушуют над их зимним лагерем, самое время ткать. Эти красочные изделия очень популярны в Монголии. Тысячелетиями люди и животные делят землю. Самые известные представители монгольской дикой природы – это тахи – дикие лошади. В 60-х годах последние стада диких лошадей были уничтожены. Но сейчас более 300 тахи пасутся в степях Центральной Азии. Сорокам нравится на них кататься и использовать их как наблюдательный пункт. 14 тахи живут в европейских зоопарках. И хотя несколько поколений этих животных жили в гораздо более мягких климатических условиях, тахи снова приспособились к суровому климату Монголии. Так же, как газели и дикие ослы, которые бродят неподалеку, они точно знают, где искать воду и даже где искать хорошее пастбище в середине зимы. Пришла весна. Над равнинами проносится синий ветер. Земля практически вся утопает в песке. Кустарники могут закрепиться только в защищенных от ветра углах. Ветер качает кусты дикого миндаля и можжевельника. Они дают защиту цветам, например, анимону. Многие не смогли пережить суровую зиму. Сороки и другие падальщики поедают останки. Когда на сцене появляются бородачи, то даже кости тахи скоро исчезнут. Другим диким лошадям пережить зиму удалось хорошо, и в начале июня в стадии ожидается пополнение. Тахи, наверное, самые заметные животные в степи. Но настоящие хозяева лугов – это сурки. Прорывая туннели, они разрыхляют почву. Их заброшенные норы могут стать убежищем и для других животных. Они отличная добыча для лис и хищных птиц. Но вот опасность. Внешний вид и поведение охотника на сурков может показаться странным. Но сурков как будто загипнотизировали. Так как за шкурку этого животного на рынке можно получить хорошие деньги, сурки были истреблены в нескольких районах. Дальше на юге начинается пустыня Гоби. Большие песчаные дюны возвышаются над равнинами. Песок, приводимый в движение постоянным северо-западным ветром, скопился в дюны высотой более 200 метров. Песок под копытами верблюда остался после рек и озер, вода из которых давно испарилась. Это знаменитые поющие пески. Местные жители шепотом рассказывают истории о духах песков, которые ищут в пустыне пропавших людей. Пение песков действительно существует, но зловещие звуки производят не привидения. Это песчаные массы скользят вниз по склонам дюн, и производимый звук похож на голоса. Звук громкий и резкий. Он, кажется, испугал маленькую ящерицу. Лягушка-головая ящерица не единственное живое существо в этой, казалось бы, безжизненной пустыне. Кузнечик ползает по одинокому маленькому растению, которое ухватилось за песок. Но затем он уходит на поиски более вкусной пищи. Ветер — это формирующий звук. Это формирующая сила пустыни. День за днем он придает земле новые очертания. У подножия огромной дюн, и песок тоже в движении. Но здесь его двигает не ветер. Это исток реки, который подпитывает множество похожих источников. Скоро ручей вырастет в небольшую речку, протекающую на несколько километров вдоль подножья дюн. Она превратит это место в маленький оазис, а затем через некоторое время вниз по течению она вновь исчезнет в песках. Сюда приходят кочевники, чтобы напоить и выпасти домашний скот. В голодные времена эта река — единственный источник воды на много километров вокруг. В такое время дикие животные — газели или дикие ослы — преодолевают свой страх перед людьми и приходят сюда, чтобы разделить скудную растительность с верблюдами. На краю оазиса находится растение, которое дает корм для скота круглый год. Это саксаул. Он уходит корнями глубоко в землю в поисках воды, и его листья такие маленькие, что вода из них практически не испаряется. Вдоль Пножия-Дюн часто можно встретить заросли саксаула, где кочевники собирают дрова. Скрываясь под этими кустами, ящерица охотятся. В отличие от травоядных ящериц, эти маленькие рептилии питаются насекомыми. Сегодня в меню муравьи, но они могут и сдачи дать. Гоби состоит не только из песка, как раз наоборот. Только 3% площади покрыты дюнами, в остальном это однообразная сухая степь. По этим жарким, полупустынным территориям бродят монгольские дикие ослы или джигеттаи. В последнее время их количество сократилось. Кочевники считают их конкурентами на пастбищные угодья для своих стат и охотятся на них. Убить их очень легко. Стоит лишь подождать около источника воды, куда они обязательно придут попить. Количество других диких представителей азиатского семейства ослов сильно уменьшилось. И джигеттаев ждет неясное будущее. КОНЕЦ Восточная часть Гоби, где самое обширное пастбище в мире, это родной край монгольских газелей. Это последние большие стада в Монголии. В былые времена огромные стада бродили по степи зимой. Но они занимали пастбище. К тому же их мясо нежное и вкусное. Небеса усеяны высоко парящими горными сырычьями и степными орлами, которые высматривают маленьких грызунов. На этих равнинах нет деревьев. Нет даже возвышенности, где они могли бы вить свои гнезда. Так что всякий раз, когда родители улетают на охоту, они вынуждены оставлять потомство без защиты. Весной журавли, которые зимой улетали на юг, возвращаются на широкие луга. Кочевники говорят, что эти прекрасные журавли-красавки проводят всю свою жизнь с одним партнером. Поскольку газели были близки к исчезновению, волки и лисы тоже реже встречаются. Но некоторые хищники все еще здесь. Прижавшись к земле и хорошо спрятавшись в траве, затаился и ждет чрезвычайно опасный хищник. Тарантул замечает даже малейшее движение рядом. Внимание тарантула привлек сверчок. Сначала паук позволяет сверчку отойти на некоторое расстояние. Затем с удивительной ловкостью он набрасывается на жертву. Его яд немедленно убивает сверчка. Для человека его яд сравним с укусом осы. На юге, в горной части Монголии, находится Ялын-Ам, долина орлов. Это самая большая птица в Азии. Орел-бородач. С размахом крыльев более трех метров орел-бородач господствует в небе. У орлов есть странная привычка. Они купаются в грунте, богатым окисью железа и красят свое белое оперение в рыжий цвет. Почему эти птицы красят свою шею, грудь и хвост, является предметом бесконечных дискуссий среди орнитологов. Их идеи варьируются от теории регулирования температуры тела до борьбы с паразитами. Или до предположения, что самки считают, что самец с окрашенным оперением более привлекателен. После того, как краска высохла, птицы возвращаются в свои гнезда. В то же самое время на южном склоне монгольские песчанки вышли на поиски еды. Песчанки быстрые охотники, которые бесшумно двигаются в поисках насекомых, семян, кореньев и зеленых листьев. Нужное количество воды они получают из еды. В это время года они также заготавливают еду и мягкие материалы, чтобы приготовиться к долгой монгольской зиме. у песчанок много естественных врагов, так что они часто останавливаются, слушают и садятся на задние лапки, чтобы осмотреться. Бородачи питаются исключительно падалью, но песчанки предпочитают не рисковать и реагируют на каждую движущуюся тень. Со свежеокрашенным оперением самец навещает самку. Кажется, это произвело должное впечатление на нее. А затем он улетает, чтобы осмотреть обширные территории в поисках падали. Бородачи обычно прилетают к туши последними. Их интересует скелет. Для других кости – это объедки. Но кости, если вы можете их переварить, содержат много протеина, жиров и минералов. Достаточно, чтобы поддержать огромного бородача в движении. Желудок бородача вырабатывает огромное количество соляной кислоты, что дает ему возможность растворить даже большие кости тахи или горных козлов. На краю пустыни Гоби жизнь кочевников мало изменилась с течением времени. Их юрты, круглые войлочные тенты в безлесых степях дают тень летом. Зимой они укрывают от ледяных ветров. Все богатство семьи кочевников составляет домашний скот. Только овцы и козы, лошади и верблюды могут жить на этих скудных пастбищах полупустыни. Раз в год владелец стада вычесывает своих кашмирских коз, чтобы получить ценную шерсть. Это единственный продукт, который кочевники могут продать или обменять на рынке. Коз доят каждый день. Из их молока делают популярны молочные чаи. Летом молока очень много. В холодное время кочевники едят хорошо хранящиеся молочные продукты, такие как сыр и йогурт. Овец держат только для нужд семьи. Ради мяса убивают только взрослых животных. Ягнят не трогают. Монголы известны как большие любители лошадей. Но их самая сильная страсть это верблюды. Верблюдов используют для перевозки семейного имущества с места на место. Как только разбит новый лагерь, верблюдов отпускают пастись на волю. В былые времена животных в Монголии было гораздо больше. Удивительно видеть, как самолет компании Air Mongolia приземляется в центре этого пустынного места. самолет перевозит ценный груз. В выгруженных ящиках находятся тахи, дикие монгольские лошади. последние 14 особей, которые выжили в европейских зоопарках, дали начало поголовью из 1400 животных. Уже 15 лет тахи регулярно отпускают на волю. Сейчас только в Гоби проживает более 150 диких лошадей. Кроме экстремальных климатических условий, необходимость искать корм требует огромной перестройки от этих животных. Но, кажется, они быстро приспосабливаются и вскоре свободно двигаются по их изначальному месту обитания. Для кочевников возвращение тахи это повод для праздника. Монгольское барбекю это козел, зажаренный на открытом огне в собственной шкуре. Это очень интересный рецепт. Берете взрослого козла, режете мясо и внутренности. Нагреваете в печи груду камней. Кладете нагретые камни вместе с мясом обратно в шкуру. Когда все, что вынули из козла снова поместили внутрь, аккуратно зашите шкуру нитками. А сейчас возьмите горелку и аккуратно снимите шерсть со шкуры. Кожа животного сыграет роль скороварки. Примерно через полчаса монгольское барбекю готово. перед едой все участники должны постоянно перекладывать камни из одной руки в другую. Это, по словам кочевников, приносит удачу. Вот и настало время обеда. К обеду подают айрак, забродившее молоко кобылы. Этот алкогольный напиток по вкусу напоминает кислое молоко и дает живительную энергию. Это настоящий пир для каждого. В конце праздника хозяин достает водку. пир в реке домашние овцы и козы делят поле самыми милыми дикими животными сусликами. Пронзительный свист суслика предупреждает обо всем, что кажется подозрительным. А степной орел это очень подозрительно. колония сусликов может построить настоящий подземный город. Их туннели служат различным целям. Этот на небольшом расстоянии от нары своего рода бункер, где можно укрыться при малейших признаках опасности. здесь суслик может переждать, пока небо вновь не очистится. На самом деле ямы глубже и длиннее. Здесь рождается новое потомство и семья может перезимовать. Сначала самец внимательно изучает туннель, затем его внимание переключается на самку. Примерно через месяц у пары будет потомство. береговая ласточка пока отстает. Они только начали копать свежие туннели для гнезд на обрыве у реки. У ласточки есть всего несколько недель летом, чтобы вырастить молодняк. Придет осень, и птенцы должны будут наравне с родителями совершить перелет в Африку. Кроме степей, пустыни и высоких гор, в Монголии есть и другие потрясающие пейзажи, например, долина рек на севере. Здесь множество маленьких рек объединяются в одну большую, которая впадает в озеро Байкал или в Японское море. Кристально чистые воды верховьих реки это охотничьи угодья самого крупного родственника лососи и форели – тайменя. Хариус и несколько ленков также являются родственниками форели. сейчас их заинтересовало странное поведение тайменя. Это самка. Она собирается рыть яму в граве, чтобы метать икру. Приближается самец, огромная рыба. Таймень может достигать в длину до полутора метров и весить до 30 килограммов. прожорливые хариусы и ленки жадно набрасываются на икру тайменя. в некотором смысле это даже справедливо. Сейчас ленок может охотиться на потомство тайменя, а скоро сам станет добычей огромной рыбы. Для жителей Монголии вода всегда была чем-то священным. Сейчас во времена экономического подъема стоит задача сохранить эту уникальную естественную среду и в будущем. Монголии и в на север около границы Сибири ландшафт больше напоминает Альпы, Центральную Азию. Светлые лиственничные леса усеяны пятнышками берез, которые стали частью низкорослой лиственной растительности. Животный мир также напоминает Европу. Кабаны здесь может быть и меньше, чем их европейские сородичи, но их также неудержимо манят лужи и грязь. Короткая шея кабана не позволяет ему чистить шкуры, используя клыки. Слои грязи и пыли уберегают его от паразитов и защищают кожу от москитов. Под взглядом каменки свиньи уходят из своей лужи в лес. Из густых лесов на севере назад в безлесую степь сердце Монголии. Ранним солнечным утром стадо молодых горных баранов направляется к свежим пастбищам. Одно или два животных постоянно следят за горизонтом. Нет ли опасности, чтобы другие могли спокойно пастись. при малейшем волнении они срываются с места. Горные бараны очень пугливы, потому что волки и снежные барсы не единственные их враги. Многие животные становятся жертвами браконьеров. Останки животных, убитых волками или браконьерами, подберут стервятники. Долгое время люди считали, что запасы земли под вечно голубыми небесами неисчерпаемы. В последние годы они поняли, что расточительное использование ресурсов оставит ужасные шрамы даже на такой огромной территории, как Монголия. Все чаще и чаще люди стремятся к жизни в большей гармонии с природой. Это не возвращение в прошлое, а все возрастающее уважение к природе, то, что кочевники осуществляют на практике веками. Часть традиций кочевников это совместные праздники. Главное торжество года это Надаам, мужское троеборье. Люди приезжают со всех концов страны на праздник, который открывается традиционным чемпионатом по рукопашному бою. Правила Надаама отражают характер земли, суровый и безграничный. В рукопашном бою нет ограничений по времени и месту. Кто первый дотронется до земли любой частью тела, кроме ноги, проиграл в борьбе. Люди здесь прирожденные наездники, поэтому кульминация праздника соревнования по скачкам. Лошадьми управляют дети от 6 до 12 лет. Дети должны проехать более 25 километров в пустыню под палящим солнцем, а затем вернуться назад. На празднике зрители с нетерпением ждут их возвращения. Наконец они возвращаются, несутся во весь опор. встал 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 Вскоре после старта группа примерно из 120 лошадей растянулась. Точно их количество неизвестно. И не все, кто отправился в путь, достигнут финишной черты. Напряжение среди зрителей растет. Почти в каждой семье выставлена лошадь на соревнования. Детей для этого события тренируют многие месяцы. Вечером состоялась церемония награждения. Победитель получает телевизор. люди живут здесь так же, как и многие века назад. Суровые пейзажи, полный контрастов, все это дикая природа Монголии. Программа к показу подготовлена компанией SD-Media. Перевод Юлии Богдановой текст читал Роман Антонович. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров